но по поводу акции дедлайнов м по супер я придумал по поводу акции и дедлайнов а людей надо на лендинге людей вообще пользователей надо приучать к тому что люди должны совершать покупки вот давайте посмотрим кто из вас господа последний раз давайте вы напишите когда вы последний раз что-то заказывали в интернете оставляли заявки и общались с оператором в интернете напишите примерное время чат сейчас сколько назад времени вы сами лично что-то оставляли какие-то заявки в интернете что-то покупали клали в корзину общались с оператором после того как телефон или сами позвонили куда-нибудь на какой-нибудь лендинг или сайт вот напишите сколько времени с того момента прошло сейчас будет интересный эксперимент ну а по поводу акции я сразу скажу пока вы пишите смотрите вот два дня назад так неплохо пошло дело посмотрим а кто вообще ничего не заказывал можете написать минус чат потому что есть такие люди которые которые делают интернет маркетологи которые за например я знаю точно одного человека который за четыре года он четыре года занимается интернет маркетингом ничего не заказывал в интернете вот у кого-то месяц у кого-то четыре часа супер а я могу сказать так что в некоторых нишах вы можно сказать пытаетесь снять девственную плеву у людей то есть они никогда не оставляли заявку на сайте для них это вообще трэш вот например для вас вас тоже нужно тренировать вот как бы смешно не звучало нужно говорить ребята ась вот например сегодня акции у нас до проходит но это правда себя же скажу да у нас сейчас цена 2 900 на интенсив по лендинг пейдж который мы собираемся проводить в субботу то бишь у вас там осталось 24 часа сейчас цена 2 900 и я специально вам не только говорю об этом ночи показываю а если вы не выставите счет а если не выстрелите счет сейчас то завтра уже будет цена 5 тысяч рублей а послезавтра вообще не попадете никак на интенсив и на самом деле любых ваших ваших моих покупателей нужно тренировать и приучать к тому чтобы вы начинали потихонечку оставлять заявки потому что как бы смешно не звучало у меня кстати сейчас идея крутая появилась давайте так а сейчас 227 кто выставить сейчас счета пойдет на давайте так вот 10 минут сейчас идет вот сейчас 2 2228 по москве у меня московское время стоять на компьютере в течение 10 минут кто выставит счета те пойдут на интенсив за две тысячи рублей вот пожалуйста а и вот если вы выставите за до 39 минут то есть сейчас осталось 11 минут вот кто выставит тот пойдет за две тысячи рублей на интенсив а после этого вот если вы выставляете счет то будет 2900 снова цена вот лучше всего пока вы выставляете считаю могу точно сказать надо людей потихонечку приучать к тому что ничего страшного что оставлять заявки это не страшно потому что если вы оставите например выставить счет это не значит что вы его вот сто процентов оплатить вам позвонит оператор он на вас наругается скажет что вы пидорас что вы зачем вы выставили счет что не оплачиваете его но многие из вас оплатят и пойдут и это хорошо и правильно у вас принципе лендинг работает примерно по той же схеме все акции и все какие-то дедлайны они должны работать именно так с мишки кстати услышал так что через десять минут цены поднимать то я потом забуду вот десять минут и через десять минут мы цен поднимем вот это будет прикольные нормальные акции дедлайн это правдиво вот смотрите есть два типа акций акции бывают по дате и по количеству мест вот мы сейчас делали по дате десять минут потому что в принципе у нас количество мест не ограничено бред говорить что на интенсиве есть какой-то запас мест ну да он теоретически есть но может быть там не знаю 200 300 человек день там кабинет умещает и все больше не получится но бред говорит что у нас там три места до осталось но это бред а второй вариант это количество мест или создание искусственной очереди это очень круто работает например опять же для тренинга директологов у нас там правда индивидуальная работа поэтому мы берем не больше пятидесяти человек на курс получается он у нас восемь недель больше месяца получается полтора месяца он идет не восемь недель восемь занятий он идет где-то полтора месяца вот хорошо ли понижать цены например дедлайнами или акциями непонятно потому что акция может подразумевать например подарок может подразумевать в себе демпинг то есть в принципе сейчас понизил цену я сдемпинговал это может быть даже плохо лучше например было вам сделать какой-нибудь подарок но я сдемпинговал например окей третьих может быть опять же не подарок не демпинг а просто потому что очередь потому что если вы в десять человек сейчас не попадете вы не попадете вообще никуда никак это грустно для многих многие готовы смириться и скажет а ладно пофигу но на кого-то это работает и кстати многие говорят счетчики сейчас не работают количество мест уже не работает дата не работает еще чего-то не работает на самом деле работает просто люди которые так говорят для них на них это раньше работало а потом в какой-то момент им сказали да ладно это не работает не работает не работает на самом деле на некоторых людей это действительно работает на меня это работает на мишу работает кстати мажухину тоже да на девушек особенно круто работает когда идет какой-нибудь тикает будильник для них это все это трэш они еще там срываются с места и все и деньги только вот куда отдать деньги на самом деле все работает нужно потестировать все с датами даты просто не должны превышать двух дней потому что если у вас повторюсь да да ты у вас больше чем два дня идут по времени вот например у нас осталось два дня до до тренинга директор это наш год дата все дедлайна не тренинга директоров интенсива все после этого ну просто вы чисто физически даже если заплатите вы не попадете но при этом при всем я еще ставлю другой дедлайн где я ставлю минимальный какой-нибудь ценник если говорить про количество мест тоже очень круто работает но он работает хорошо если количество мест крайне мало то есть если вы говорите еще осталось 99 мест ну замечательно то есть если человек конечно не понимает что например 99 комплектов ворот а вот кстати как вы считаете давайте даже для интереса вот напишите пожалуйста ам кто для кого 91 так нет напишите пожалуйста цифру 1 в чат для кого 99 комплектов ворот это очень мало а и напишите то что что а 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 потому Потому что в некоторых нишах нужно срочной. Да, людям, в принципе, наплевать на какую-то определенную акцию. Можно там давить по-другому немножко, просто не акциями. Два, так. Два, два, два. Все, больше никому ничего. А для, вот могу сказать точно, что вот здесь, вот в этом случае, 99 комплектов ворот, как бы смешно не звучало, но для многих это акция. То есть просто потому, что написано слово акции, для них 99 комплектов ворот – это маленькое количество людей. И люди нажимают на кнопку «заморозить цену» и такие «О, надо, надо срочно». Потому что для них попасть в один из какого-то количества – это очень круто. Причем можно даже сделать так, написано 99 комплектов ворот, а можно дописать из тысячи. Вот 99 из тысячи, по-моему, это уже мало. То есть можно дописать, и как раз будет, в принципе, все понятно. То же самое, что писать тренинг-директолога, осталось 7 мест, ну замечательно, 7 мест. А это много или мало, хрен его знает. А вот если было 100 мест, например, и осталось 7, я считаю, что это очень мало. А просто 7 мест – это непонятно. 7 мест – в автобусе много это или мало? А хрен его знает. Потому что автобус бывает большой и маленький. Нужно давать какую-то конкретику. То есть если вы, например, берем только 10 человек в этот месяц. Наверняка видели такие лендинги, где написано, берем только 10 человек в разработку на этот месяц. Замечательно, 10 человек. Надо написать, сколько человек уже взято. Еще лучше расписать, кто эти люди. Вот у меня плохо сделано, но я покажу. То есть у меня не доделано. Забронировать место в марте. Сейчас март, все верно. Уже забронировали в марте. Вот Александр, Александр, Сергей, Татьяна, Василий, Николай, Георгий, Тимур. И два места осталось свободных. Вот это, в принципе, уже хоть какая-то акция. То есть вы человеку показываете даже не то, что акцию. Вы просто показываете, что у вас есть искусственная очередь и что пора бы поторопиться. Насколько крут работает? Естественно, на вас, на маркетологов, работает это уже слабенько. Но на людей, которые вообще в этом не соображают, для них работает очень круто. На интенсиве, вы знаете, что мы еще будем разбирать? Некоторые лендинги из CPA сетей. Собственно, там продается шерпотреб, продается настолько говняный шерпотреб, что нормальный человек никогда там не купит. Но, так как лендинг настолько вкусно вылизан, там покупают. И там есть такие фишки, как, например, всплывающее окно, что Татьяна сейчас купила. Там Татьяна купила, Вася купил, Петя купил. Ну и даже более детально пишут, например, Петя купил с номером замазанным, допустим. Или Петя купил там часы, такие-то, ну, допустим, там на три, на выбор. И номер телефона чуть замазан. И это на человека очень сильно давит, потому что, если это происходит не один раз, например, в два часа, а, например, проходит пять минут, и три или четыре человека купила, он вроде хочет, как и стадо, пойти и купить, ну, то есть оставить заявку. Это реально работает. Вроде бы настолько дебильный скрипт. То есть, причем скрипт, его тоже можно просто скопировать и вставить, он есть на всех свободных площадках. Но это работает. Да, не всегда и не везде. Но работает. Так что это тоже, как бы смешно не звучало. Вот. Да, это скрипт, и да, его крутят по кругу. Ну, а у меня вот такой немножко другой вариант. Меня знакомый так отпугнуло, что раз мало мест, она и не пошла. Да, есть и такие люди, да. Так, есть еще люди, которые не любят, когда на тренинге. Есть люди, которые, например, не любят, когда им что-то продают. Вот есть такие люди. Я, кстати, в том числе, у меня такая психология в голове, я очень не люблю, когда мне продают. Вот я люблю продавать, но я очень не люблю, когда мне продают. Это знаете, как, наверное, рыбак рыбака видит издалека вот что-то вроде того. Я не люблю, когда мне продают, но мне же покупать-то надо что-то. То есть, ребят, другого варианта просто нет. Еще одна минута, кстати, у вас есть, и через минуту мы закрываем за по 2 тысячи. Кто выставляет по 2 900, выставляйте, вам 900 рублей, Миша потом скостит. Вы, главное, выставите счет. То есть, он уберет эти 900 рублей, потом вам перевыставит счет за 2 тысячи. Вот, сегодня уже заказали ремонт Коли, не грузится компьютер, черный экран. Ну да, да, на самом деле, как бы смешно не звучало, но работает очень круто. То есть, вы показываете отчасти историю где-то в каких-то моментах в блоках, а в некоторых показываете, о, смотрите, у Пети то же самое, у него прямо сейчас то же самое происходит с компьютером, например. Да, это не работает на каких-то крупных, например, на оптовых лендингов. Но я, вот как я понимаю, вы сегодня написали свои темы, у вас нет оптовых лендингов. И там другой подход нужен для людей. Здесь никаких сложностей нет. Да, наверное, с этим, с ландшафтным дизайном, наверное, сложнее. Но там можно писать не заказала, например, Екатерина оставила свой номер телефона, Петр оставил номер телефона или Петр оставил просчет бюджета, ну там что-нибудь такое. Потому что, ведь заявки это же не продажи, и в принципе, если много людей звонит, ну, значит, какая-то движуха есть. Смешно? Да, работает. Кстати, эта тема уже трех или четырех годовалой давности. Это только сейчас входит в российский обиход. Я уже даже ничего не говорю про то, что у нас у людей вроде в стране денег нет, но они все равно покупают, покупают, покупают и будут покупать. И даже китайские часы за четыре тысячи рублей они будут покупать.